Привет! Эээ, Триборн. У Мудрёныча вышел новый ролик, и странно, что не про Новый год, что-нибудь интересненькое, да? Но ролик про Великую Отечественную войну, зима из 43-44 года. Давайте посмотрим. Думаю, будет познавательно и интересно. Погнали. С приходом зимы 43-44... А, ну Новый год, типа, да, зима. Окей. Красная армия не остановила своего движения. Продолжал укрепляться захваченный в конце осени Керченский плацдарм. Освобождались поселения за поселениями на центральном направлении. И продолжались сражения за западный берег Днепра на Украине. Еще в ноябре германские войска нанесли контрудар по продвигающейся на запад от Киева Красной армии. Чтобы остановить ее наступление и попытаться вновь овладеть Киевом и западным берегом Днепра. А потом опять постараться организовать там оборону. В результате больше месяца боев советские войска немного отступили. Но и Германия получила такой ущерб, что про захват Киева пришлось забыть. В общем, битва за Днепр, как этап всей войны, в конце декабря подходила к концу. Германия потерпела поражение и не выполнила никакие жизненно важные для себя задачи. Советский союз же, хоть и большой ценой, но с поставленными задачами справился. И без промедления... Хоть так, но лучше бы цену заплатили бы поменьше. ...стался двигаться дальше. Строились планы по освобождению от немцев уже всей Украины. Гитлер же, в свою очередь, запрещал отступать из Западной Украины, так как она имела большую экономическую ценность. Но в то же время такая растянутая линия фронта не способствовала хорошей обороне и подвергала находящиеся там войска большому риску. Советский союз намеревался воспользоваться этим. Но вообще наступление должно было начаться буквально по всему фронту. И за несколько дней до Нового Года войска Красной Армии уже начали... Вот вам и тематика Нового Года, да? ...или свое движение вперед. Сам праздник Новый Год не был поводом отвлекаться от войны. Где-то в эту ночь продолжались боевые действия, где-то была передышка. И бойцы могли дать несколько орудийных залпов по немцам в качестве праздничного салюта. А потом провести время за дружеским общением. И чем дальше от линии фронта, тем естественно такая возможность выдавалась чаще. А в тылу Новый Год отмечался полноценно. С наряженными елками, улыбками детей и подарками. Очень полезным подарком на Новый Год в военные годы были валенки. Потому что очень часто в семьях на несколько детей приходилась всего одна пара. В целом же в этом году поводов для хорошего настроения в праздничные дни было больше, чем в предыдущие. Потому что начали от воевывать территории, это понятно. В этом году Красная Армия полностью перехватила у Германии инициативу в войне. И освободила от захватчиков большую территорию. Также в эту новогоднюю ночь вся страна впервые услышала по радио новый гимн СССР. Который сменил интернационал и больше соответствовал сложившейся идеологии. Говорят, первые строчки гимна одному из авторов явились во сне. Я в свою очередь поздравляю всех вас с наступающим Новым Годом. И желаю... Спасибо большое, Мудрёныч. Тебя тоже с наступающим Новым Годом. Вам провести грядущий год не так, как получится. А так, как вам бы этого хотелось. Ваши сели и мечты обязательно сбудутся благодаря труду и кропотливой работе над их реализацией. С Новым Годом, друзья. А еще поздравить вас... Спасибо тебе большое за поздравление. Очень приятно, очень хорошее поздравление. Я присоединяюсь к нему. Надеюсь, у вас, друзья, все получится в следующем году. Зимнее наступление Красной Армии по всему фронту сулило и долгожданное полное снятие блокады Ленинграда. На этот раз планировалось начать атаку не с того узкого коридора, который год назад удалось отбить у немцев и организовать через него снабжение города, а с плацдарма, находящегося на берегу Финского залива. Туда скрытно перебросили войска и с поддержкой кораблей и находящейся там артиллерии они пошли в атаку. Успех был достигнут очень быстро и немецкие войска начали спешно отступать к оборонительному рубежу Пантера Готтон, от которого уже осталась только Пантера. Почти два с половиной года Ленинград находился в осаде, но не сдался и наконец был спасен. Через две недели после начала операции немцы уже были на значительном расстоянии от города. Больше всего жертв среди населения вызвали не атаки немцев, а голод. Приводятся вот такие оценки числа погибших за время блокады и добавляется, что причиной смерти 97% из них, если не больше, является голод. Офигеть. Просто ужас. 8 сентября 1941 года немцы разбомбили крупные продовольственные склады и трехмиллионное население города было обречено на голодное вымирание. Говоря откровенно, я не вспоминаю блокаду как ужасное время. Я был слишком мал. Слишком долго длилась блокада. Я не знал другой жизни. Не помнил ее. Казалось, что это и есть нормальная жизнь. Сирена, холод, бомбежки, крысы и темнота по вечерам. Однако я с ужасом думаю, что должны были чувствовать мама и папа, видя, как их дети медленно движутся к голодной смерти. У меня мурашки под кожей от этого письма, походу, да? Весна. Можно есть листья с деревьев. Мы проворачиваем их через мясорубку и лепим лепешки. А что мы ели? Да все, что могли. Песок весь в песочницах съели. С чем-то его разводили? С чем, не знаю. Мама намешает, даст нам. Не жуйте, глотайте. Мы и глотали. Покупали клей в плитках. Из клея варили студень. В доме остался перец, лавровый лист. И это все добавляли в клей. Как-то хозяин квартиры сварил своего кота. Мы, дети, конечно, не знали, что варится кот. Помню, какой ароматный запах распространялся по комнате, когда его варили. Съедено было все. И кожаные ремни, и подметки. В городе не осталось ни одной кошки или собаки. Не говоря уже о голубях и воронах. Это ужасно. Зря я это смотрю перед Новым годом, потому что прям настроение очень падает от такого. У меня мурашки аж. Когда наступили самые тяжелые времена, у нашей соседки от голода помутился рассудок. Каждый вечер на общей кухне она говорила моей маме. Зиночка, наверное, мясо у ребеночка вкусное, а косточки сладенькие. Мама, уходя на работу, запирала дверь на все замки и запрещала мне ее открывать. После маминого ухода за дверью раздавался тихий голос соседки. «Люсенька, открой мне, пожалуйста». Но у меня даже не было сил встать с кровати. Ужасно. Недалеко была барахолка, и мама послала меня туда поменять пачку беломора на хлеб. Помню, как женщина там ходила и просила за бриллиантовое ожерелье буханку хлеба. Однажды наша соседка по квартире предложила моей маме мясные котлеты. Но мама ее выпроводила и захлопнула дверь. Потому что в такое голодное время достать фарш можно было только одним способом. Когда наступает 27 января, или 8 сентября, или 9 мая, я всегда думаю, неужели это я? Я жива? Страшные были дни. До сих пор я не оставляю еду на тарелке. Дорогой дневник, блокада Ленинграда снята. Не прорвана, а снято. Совсем. Мама сейчас пляшет яблочко. А незадолго до этого мы с папой отплясывали русского и выпили пол-литра водки. До начала войны в Ленинграде проживало 3 миллиона человек. За годы блокады половину удалось эвакуировать. А к моменту снятия блокады в городе осталось 550 тысяч человек. Параллельно развивались события и здесь. Несмотря на опасное положение немцев вот в этом месте, отступать им было запрещено. Так как в дальнейшем Гитлер хотел начать оттуда свою атаку. И окружить советские войска, которые продвинулись уже далеко на запад. Но это было предусмотрено, и Красная Армия атаковала выступ с двух сторон. Советские танки пошли навстречу друг другу. И меньше чем за неделю встретились, окружив больше полсотни тысяч немцев. Это событие напоминало окружение 6-й армии Паулюса под Сталинградом. Гитлер снова приказал солдатам в котле сопротивляться и пообещал вытащить их из окружения. Спасать их отправилось больше сил, чем годом ранее выделялось на спасение Паулюса. Мощный удар немецких танков заставил советские танки сдать свои позиции. Но пробиться к котлу не получилось. Окруженные посчитали, что помощь смогла подойти уже достаточно близко. Они бросили технику и начали сами прорываться навстречу. Добрались до реки, которая отделяла их от основных сил, и бросились ее переплывать. Февраль месяц, если что. Но выбора у них не было. Дышащая в спину Красная Армия расстреливала бегущих немцев и взяла пленными около 18 тысяч человек. В течение февраля наступление советских сил продолжалось. На севере была полностью освобождена Ленинградская область. А на юге территория Украины плавно возвращалась под контроль Советского Союза. Разве что в центре фронт застыл без движения. Так как для прорыва здесь сил было пока что недостаточно. Всю мощь перетянуло на себя южное направление, где Красная Армия будет идти вперед вплоть до первой половины апреля. Но это уже весна, а значит это тема следующего видео этой серии роликов. Офигенный ролик получился. Друзья мои, мне тут говорят, что я обещал сделать осенью видео про никотиновую зависимость. Ну, если честно, то я хотел сделать эту тему в коллаборации с другим автором. Но пока что не складывается. Возможно, я все-таки сделаю это сам. А что за другой автор? Интересненько. Но в таком случае пока что не буду обещать сделать это к такому-то моменту. Ладно. Как всегда, спасибо за просмотр. Ждем этот ролик. Заставленный лайк и... А видос получился просто офигенный. Очень сильные эмоции. И он у меня вызвал. У меня аж мурашки по коже. И, наверное, все-таки я его зря сейчас смотрел. Надо было через несколько дней, чтобы не так себе настроение новогоднее, типа, подпортить. Но вообще видос офигенный. Очень понравился. Мудрёночу спасибо за старание. А если вам понравилась моя реакция, ставьте под ней лайки. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.